Здравствуйте, с вами компания Дом в дорогу, меня зовут Константин, мы находимся в городе Джексон-Вилл, штат Флорида, Соединенные Штаты Америки. И сегодня у нас день посвящен для того, чтобы показать вам прицепы, но не все подряд, как мы это делали год назад, а именно те, которые подходят для российских тягачей, то есть для тягачей, которые официально поставляются в Россию, такие тягачи, как Land Cruiser 200, Toyota Prado, Hilux и их аналоги. Это прицепы, вот самая главная масса прицепа, значит прицеп, который могут буксировать российские тягачи, они должны превышать массы 3,5 тонн, все, что выше 3,5 тонн, это уже американские тягачи, с ними уже проблематично, а вот 3,5 тонны в самый раз. И вот я сейчас себе подбираю прицеп, у меня хобби Prestige 720K WFU, это большой семейный прицеп, длиной 7 метров 20 сантиметров, я хочу себе поменять, тоже на семейный американский прицеп. И, честно говоря, когда я посчитал стоимость того и другого, я был немножко удивлен, потому что, ну вот сейчас этот видеообзор я начну с цены. Вот если прицеп хобби Prestige 720 длиной 7 метров 20 сантиметров нафаршировать, другого слова подобрать не могу, нафаршировать теми же самыми дополнительными опциями, которые включены в этот прицеп, они включены в стоковой комплектации, то цена хобби Prestige 720K WFU получится 5 миллионов 600 тысяч, а цена этого прицепа, внимание, 4 800, но плюс ко всему мы получаем высокий клиренс, мы получаем автоматическую маркизу, мы получаем слайдер, вот он с этой стороны, огромный слайдер, мы получаем американскую систему канализации, которая гораздо лучше, мы получаем передачу винт-гайка, стабженную электродвигателем, которая сама поднимает, опускает нос прицепа, в некоторых моделях, не в этой, мы получаем еще систему опускания домкратов, вот этих домкратов автоматическую, нажатием на одну кнопку, мы получаем внешнюю кухню и все это по цене ниже, чем хобби Prestige 720K WFU, да, и чуть не забыл, мы получаем длину на метр больше, вот именно в этом прицепе, у этого прицепа длина 8 метров ровно, а у Prestige 720, соответственно, 7 метров 20 сантиметров, и еще, мы получаем здесь, у этого прицепа, алюминиевые стены выполнены в виде гофры, это нужно для того, чтобы компенсировать вот этот цикл, расширение сжатия, зимой сжимается, летом расширяется, и здесь не появляется таких характерных трещин, которые иногда бывают в европейских прицепах, так что вот так, конечно, гораздо выгоднее иметь американский прицеп, единственный минус, вернее, два минуса американских прицепов, два, первое, это поставка не месяца, а 2,5-3 месяца, ну иногда 2, и второй минус, нагрузка на шарик фаркопа выше, это сделано для того, чтобы исключить вот эти вот рыскания во время движения, увеличить скорость движения прицепа, то есть обратите внимание, оси смещены немножко назад, таким образом мы делаем движение безопаснее, но мы получаем вот минус увеличения нагрузки на шар, но для хороших рамных тягачей это не проблема, Toyota Land Cruiser 200 с американским фаркопом может выдерживать до 400 килограмм, и в одном из следующих видео обзоров, который будет посвящен именно этому, я выложу специальный документ от Toyota, который разрешает буксировать эти прицепы по нагрузке на шар, потому что даже несмотря на то, что в инструкции по эксплуатации написано 140 килограмм, но в инструкции по эксплуатации на автомобили, поставляемые в Россию, потому что у нас можно ставить, ну у нас официальные дилеры ставят только европейские фаркопы, американские фаркопы, которые вы также можете поставить на свой Land Cruiser 200, позволяет делать нагрузку на шарик до 400 килограмм, но это в следующем ролике. Итак, это двухдверный прицеп, семейный, у которого мы уже сделали видео обзоры двухдверных прицепов, но у этого есть свои преимущества. Прицеп от Forest River Salim Cruislight 263 BHXL. Видео обзор внутри прицепа. Ну, двухдверная концепция. Это второй прицеп, где вторая дверь, вот она, вторая дверь, заходит в туалет с ванной, но я хочу рассказать об особенностях именно этого прицепа. Глубокая ванная комната для того, чтобы купать детей. Очень удобная вещь. Тут вот можно наполнить, и ребенок будет там прискаться, купаться. Вот именно в этом, в этой модели прицепа, вот такая вот ванная комната. Но в остальном стандарт туалет и умывальник, зеркало. Ну, и, конечно же, вот эта вторая дверь, с помощью которой можно войти в туалет, ну, там, не проходя сквозь основное помещение прицепа. Ну, может быть, кто-то здесь спит и не хочется будить. Да, и вы заходите в туалет именно с внешней стороны. Кровати. Большие кровати двуспальные. Ну, здесь она чуть-чуть уже, мне кажется, чем в предыдущем, но все равно она как бы двойная для двоих детей. Что нижняя, что верхняя. Большой столик, который может трансформироваться и превращаться в кровать. И диван-кровать, которая, вот сейчас она в состоянии ночи, тут тоже детки могут спать. Вот. И именно в этом прицепе огромная большая кухня. Вот в предыдущем прицепе она была чуть-чуть меньше, а здесь она большая. Ну, отопление именно в этом прицепе только от газа, потому что в этой нише должен стоять камень, который отапливает прицеп от электроэнергии. Да, это дополнительно, когда вешается телевизор. А, да-да-да-да, вот тут нет телевизора, вот в этом прицепе. Но можно повесить, смотрите, какой огромный телевизор. Просто невероятных размеров, да, больших. А, вот отсюда, вот здесь можно сесть, вот, пожалуйста. Сидим, и специальная большая стенка, огромная, и мы смотрим этот телевизор. Поэтому место все-таки правильное, да. И давайте пойдем посмотрим, что из себя представляет ложа, хозяйская ложа, то есть там, где живут хозяева. Это, как правило, всегда глухая стенка. Иногда вот в этой планировке бывают две двери, то есть для мамы и для папы. Ну, здесь одна дверь. И тоже широкая кровать. Кстати, кровать полтора метра тридцать сантиметров, а французские кровати в европейских прицепах один метр триста тридцать миллиметров. Поэтому здесь кровать, конечно, значительно шире. Вот такой вот прицеп. То есть мы сейчас провели видеообзоры троих прицепов двухдверных массой три с половиной тонны, которые подходят для российских условий, которые в совокупности получаются дешевле, чем аналоги от прицепов Хобби. Значительно дешевле. Даже с учетом доставки, с учетом растаможки. И именно вот по этой причине я хочу продать свой хобби и купить американский прицеп. Потому что мои тягачи позволяют буксировать вот именно вот такого класса прицеп. С вами была компания Дом в дорогу. Подробности об этом прицепе вы найдете в ссылке под этим видео. Или заходите на наш сайт домвдорогу.ру и не забывайте про наши путешествия. В этом году мы будем очень много путешествовать. Если вы клиент нашей компании, вы можете поехать с нами в Грузию, в Крым, в Норвегию. А любой желающий может присоединиться к нам в путешествие по США, в караване по США, который состоится в этом году. И уже идет предварительная запись. Мы посетим Лас-Вегас, Большие каньоны, Гавайские острова и перелетим в Россию через Токио. Будет очень интересно. Сайт домвдорогу.ру Дом в дорогу – первая российская компания, которая не только продает дома на колесах, но и организовывает для своих клиентов коллективные путешествия с прицепами и автодомами в Европу, Азию, в Крым, Грузию, на Байкал. Прямо на пляже летом, зимой за Полярный круг, осенью в сказочный лес, весной на рыбалку. И все это со своим собственным домом на колесах, на котором где встал, там и Хилтон. Подробности на сайте домвдорогу.ру